Хе-хей, Сим, привет! С вами Наташка, мы продолжаем играть в Симс 3 студенческая жизнь. Это 35 серия. Помните, в прошлой серии мы посадили одну чудную вещь, и эта чудная вещь называется запретный плод. И теперь мы ждем, пока он прорастет, и потом мы достанем чудного малыша Растамана, а если точнее сказать, план Сима. А, ну что ж, давайте мы... Сейчас наши Симы спят, давайте мы просто будем перематывать и ждать, пока кто-нибудь из них первый проснется. А потом... О, божечки, у нас инопланетянин прилетел. О, привет, чувак! Ты опять старичок, боже мой, у нас одни старички. Фок, Эви, Бип. Ну, ладно, пускай занимается своими делами, мы сейчас спим, мы не можем встать резко и пойти его приветствовать. Да и ладно, это, в общем, не важно слишком. Вот если бы какой-нибудь там Растаманчик к нам прилетел... Не, они не прилетают. Ладно, что же он будет делать? Давайте мы посмотрим. Он сейчас будет в кустах. Справлять свою нужду, наверное. Нет. Ну, думаю, интересно, да. Ну, я думаю, это каждый уже видел. Что-то там проверяет. Проверяет и понял, что это какие-то кусты цветочков. Отлично, перематываем и ждем, пока встанут наши Симы. Кто у нас первый станет? Конечно же, у нас первый станет Джеймс. Это очень хорошо. В общем, сегодня мы просто сделаем действия нашим Симам. Просто у меня уже есть планы, кто что должен делать. И мы просто будем перематывать. Ну, я думаю, сильно перематывать всю серию не будем, но будем быстренько играть. Потому что я хочу поскорее, чтобы наш запретный плод вырос, и мы смогли достать чудного Растаманчика. Ух, так, кстати, надо поухаживать за садом. Ну, вот, когда София встанет, мы поухаживаем. О-о-о, у нас тут проблемы ухаживать за садом. Он еще не вырос, этот. Отвратительно. Все. Я думаю, пускай она сейчас встанет и пойдет поухаживать, чтобы уж прям сильно отвратительным не стало. Да, я еще читала в комментариях, что слишком сильно и долго не надо поливать. Потому что они могут испортиться, завять и тому подобное. Так что мы не будем часто поливать. Еще, я думаю, может быть, вообще этих поливалок не включать, а пускай София сама поливает. Софийка, иди быстрее, ухаживай за растениями. Я не хочу, чтобы... Кстати, я хочу еще один запретный плод посадить на всякий случай, чтобы уж точно быть уверенным, что у нас все получится. Вот сюда посадишь его. И потом она все-таки продолжит еще спать. Я хочу, чтобы она выспалась без проблем. Чтобы у нее была бодрость до самого конца. Ну что же, как ты там, поухаживала за ним? Росточек. Какой милый. Превосходный. Посмотрите, как чудно. Раз, убрали этих сорняков. И все, превосходное растение. Мы можем еще что-нибудь посадить. У нас есть помидорки. Давайте сюда куда-нибудь посадим. Вот так вот. И виноградик. Вот. Сюда. Отлично у нас огород. Мы у нас еще будем больше огорода еще иметь. Потом. София, ты куда пошла? Она пошла спать. Ну ладно, пускай она поспит, а потом будет сажать. Папарацци. Блинский. А, это не папарацци. А что она тут? Теперь она не папарацци. Она же раньше была папарацци. Вот зараза. Зашла и пьет сока. Ну что, как не стыдно? Вау, служебная машина, в которую поедет Оли, прибудет через час. Ух ты, мы сейчас отправимся на работу, ребятки. Да, я вам продемонстрирую, как наша Оливочка будет работать и какие у нее функции будут на этой работе. О, божечки. Вы спите вместе? Молодцы. Так, ну давай, Оливия, вставай. Я думаю, тебе надо воспользоваться душем. Уж ты должна быть чистенькой, хорошенькой на первом дне работе. Вот. И я еще хочу сегодня завести черепашку и рыбку. Ну, чуть попозже, после работы. До скольки она работать будет? Она будет работать до 16 часов. Ну, это долго достаточно. 6 часов она работает. Вот, смотрите, какая малачинка. Ой, Джеймсик, ты куда идешь? Решать уравнение. Ага, ты типа встал, да? Ну, давай ты воспользуйся туалетом. Ух ты, он грязный. Почисти, потом воспользуйся и прими душ. Принять душ. А, я хочу, чтобы сегодня Джеймс у нас устроился спортивным агентом. Блинский дождь пошел. Ну, хорошо. Растения зато попитаются чистой, свежей водой. Именно водой из природы. А спортивным агентом начать карьеру спортивного агента. А, ну давайте мы чуть попозже устроимся. Эстер у нас дома. Она должна быть сейчас дома. Если она не дома, блинский, зараза, а? Да, кстати, я хотела кое-что сделать интересное. Но мы это сделаем, наверное, после того, как Оливия сходит на работу. Я хочу, чтобы она добавила в знакомые у себя Эстер. А сделаем мы это с помощью смартфона. С помощью функции поиск персонажей. Где-то вот. Приложение поиск персонажей. Мы введем характеры. Я знаю, каковы характеры у Эстер. И как раз таки она найдется у нас. Подожди-ка. А почему ты... Она в этом. В балахоне студента. Выпускника. Зачем? Ладно. Иди отправляйся на работу. Софиечка. Кто у нас там кричит? Я не знаю, кто это у нас кричит. Ну, давайте Джеймс. После того, как помоется, он... Из-за того, что дома Эстер нету, мы пойдем, не знаю, собирать семена. Или просто коллекционировать какие-нибудь интересные вещи. Так, черепахи... О, давайте найдем черепашку. Да. Черепашку для Оливии. Точно. Мы не будем никого заселять. Мы просто найдем черепашку. Так, черепашка у нас вот здесь вот. Ой, как она блестит, блестит. Какая всякая черепашка. Поймай ее. Поймай и посади в клеточку Оливии. И когда она приедет, она увидит чудное существо. Она обрадуется, тебя обнимет и будет таскать тебя на руках. Вот так вот. Наши семьи будут радоваться. Дождик, конечно, это не очень хорошо. Но, в принципе, пускай поливает. Ничего страшного. София, ты когда встанешь? Ты встанешь скоро. Хорошо. После того, как ты посадишь помидорку и виноград, ты приготовишь вкусненькую пищу. Какую-нибудь... У нас есть остатки, а у нас есть тут пища уже. Кто там кричит постоянно? Это, наверное, прохожие кричат. Ну, засранцы, а? Еще сока пьют, а еще и кричат. А, Скип, ты что компьютеры делаешь? А, он решил поиграть на нашем планшете, да? Нормально. Ну, я тебя разрешаю в белых носочках. Такая вообще милая. Милашка. Вообще, босиком по полу в белых носочках они уже должны быть черными быть. У нас не настолько чистые. Вообще, это как бы... По-любому не прям все блестит. Да. Ты ворчун, наверное, да? У тебя характер ворчливый? Интересно, Оливия знает его характер? Трус, дружелю... Неприличный. Ну, какой-то у нее характер стремный, но мы можем его изменить потом. Хотя, что? Хорошие и плохие характеры тоже надо иметь. А, во! Я, кстати, вам не показала, какие у нее функции на работе. Решающий момент. Следуйте... Ой, сделайте серьезную работу в сжатые сроки. Посидеть в интернете на работе. Кто-нибудь другой может закончить игру? А в интернете много всего интересного. Корпоратив. Отправляйтесь на корпоратив и откройте новые лица в студии. Встречи в офисе. Организуйте очень важную встречу с коллегами, чтобы лучше узнать друг друга. Подлизываться к начальнику, ну, это вы знаете. Исследовательская работа. Играйте в игры, собирая кредиты в социальных сетях. Не волнуйтесь, это исследование. А давайте мы сделаем корпоратив. Мне интересно, что это будет. Пускай она поработает. Кстати, она голодная наша девочка. Ну, ничего страшного. Ну, не так сильно голодная. Джеймсик, ты как? О, тебя черепашка укусила. Ты ее собрал? Ты собрал черепашку? Вот блинский черепашка. Вот блинский. Вот какая плохая черепашка. У нас... Давайте, покажись, черепашка, еще раз. Так. По-моему, черепашка убежала. У нас ее нет в багаже. Она укусила Джеймса и убежала. Давайте посмотрим, где мы еще можем найти черепашку. Блин, из-за этого дождя вообще толком ничего не видно. Я пока не вижу никаких черепах. Ладно, давайте мы рыбку найдем. Нет, наверное, рыбку это сложно. Это надо ее поймать. А рыбы... Смотри-ка. Рыбы-рыбы. Ну, семена, насекомые, птицы, ящерицы, грызуны, змеи. Давайте птичку какую-нибудь найдем. Так. Птицы-птицы. Где у нас поблизости самая близкая птичка? Ну, вот здесь вот. Вау. Вау, попугай, ты... Суринамский амазон. Подружиться. А, мы не можем его поймать? Мы только подружиться можем? Ну, давайте попробуем. У нас уже кто-то укусил. Боже мой, у него голова блестит. Ну, и, кстати, можем собрать цветочек. Сорвать. Эти цветочки очень даже дорого стоят, бывает, поэтому мы можем подзаработать на этом. София, ты кушаешь, да? Ты уже посадила помидорки и виноградик. Кстати, почему в Симсах нет огурцов? Вот странно. Вот почему до сих пор не сделали в Симс 3 огурцов? Все, она посадила. Хороший росточек. Отлично. У нас все отлично. Отлично у нас все отлично. А после того, как она поест, Софиячка, она, я думаю, поиграет немножечко на гитаре. Ну, пускай немножко поднимет свой навык. Она давно это не делала. У нее, кстати, какой сейчас уровень на гитаре? Второй. Хорошо. Джеймсик. Давай я буду следить за тобой. Приматываем. Жаль, дождик, он скоро пройдет. Я очень хочу, чтобы он прошел скорее. Так, ну что же, дружитесь. И он прям так сразу захотел сесть. В реальной жизни такого нету. Уж точно. А, он взял, Джеймс ловит создание. Это, короче, птица необычная среди всех видов. Да ладно, на сколько она стоит? Пятьсот сорок шесть. Вау. Давайте мы продадим. Я пока не хочу никаких птичек заводить. Я хотела найти черепашку, но черепашка, как вы видите, убежала. Очень жаль. Давайте мы продадим эту птичку. Но потом. Мы ее что, продать не можем? Играть, выпустить на вору, нести. А, сколько этот цветочек стоит? Ого, четыреста. Ну вот цветочек точно продим. Ну сейчас мы и не можем это сделать, мы можем только это дома делать. Так, что мы еще можем поймать? Змеи, черепахи. Черепахи, вы где? Ну, что же черепашек нету, а? Что за нафиг, а? Давайте завтра мы это сделаем. Хорошо, Эстер у нас дома. Жалко, мы не можем найти Эстер с помощью этой награды. Грызуны. Давайте поймаем грызуна какого-нибудь. Уж грызунов точно должно быть побольше. Вот, тут какая-то морская свинка, да? Где? Покажись. Морская свинка. Вот, блестит. Вот она. Это крыса, да? А, землеройка. Давайте поймаем землеройку. Боже мой, нашего Джеймса сейчас все покусают просто вообще. До самых пяток. Софийка, как ты поднимаешь свой навык? Тебе скоро и больше? Как ты громко играешь, девочка? Ну, пускай до третьего уровня поднимет. О-о-о. Выслушать просьбу об оботкнутом. Скипидар, ты что тут мешаешь, София? Ладно, давайте мы с ним поболтаем. Уж будущий муж Оливии должен знать нашу сестру двоюродную. Вау, какой красивый граффит я нарисовала. Вы посмотрите. Мы еще, кстати, можем здесь нарисовать что-нибудь. О-о-о. Сейчас. Они немножко... У нас столько общего. Да фиг с тобой. Не общего. Нет. Поговорить о бунтерстве. Болтать. Поговорить об экологии. Поговорить о переработке. Поговорить о... Какой-то фигне. Потом смешно расскажем... Покажем... Видимо, видео с котиками. Так, Джеймс Лоев создание. Это зимняя ройка, грызун. Необычно среди прочих видов. Так, что мы еще можем поймать? Давайте посмотрим. Ой, Блинский не туда нажала. Так, так, так. Черепахи не появились? Ладно, я сейчас черепах вообще не буду искать. Мы найдем змей. Змея. Ты где? Небось, в общественном парке. Я не вижу змей. Ладно, давайте Джеймс пускай отправиться домой. А, вот змейка. Давайте мы ее поймаем. Вот она, змейка. Фу, я бы змею не смогла поймать. Ой, какая бротина. Я не очень люблю змей. Да. Оливия у нас работает, девочка. Приносит нам деньги в семью. Ну, скоро и Джеймс будет приносить деньги в семью. Ой, боже мой. Вы болтаете? А, а что она делает? Вы что, перестали болтать? Ладно, хорошо. София, нарисуй, пожалуйста, граффити. Еще одно какое-нибудь на стенке. Поместить на стену. Небольшая метка. Вот где-нибудь вот здесь вот. Олив Макадом познакомился со всеми коллегами. Отлично. Ух ты, какой мужичок там, красавчик. Рутинная работа, решающий момент. Ну, давайте просто рутинную работу пока сделаем. А на следующий день сделаем что-нибудь другое. Так, после того, как она вернется домой, мы воспользуемся поиск персонажей в социальной сети. Поиск персонажей. Вот, Джеймс, ты ловишь змею, а потом отправишься домой. Я хочу продать все, что ты поймал. Жалко, что мы черепашку не нашли. Жалко, что мы Оливию не можем обрадовать. Укусила! Укусила! Блинский, мы ее поймали. Это что такое? Вот что за напасть, а? Ух ты! София получает приглашение на вечеринку, которую устраивает... Давайте мы придем. Это пятница 20 часов. Конечно! Чего бы не отказаться? Ой, боже мой, за нами эта дама постоянно ходит везде. Ух ты! Один баллончик такой крутится. Вот еще одно классное граффити. Давайте после того, как София нарисует граффити, мы воспользуемся туалетом и пойдем погуляем по городу. Я хочу... Вообще, я хотела сегодня устроить протестную акцию. Мы устраивали протестную акцию только в студенческом городке. А здесь мы не устраивали. И поэтому я хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Объявить протестной акцией. Мы сейчас что-нибудь интересненькое сделаем. Я думаю, мы будем делать протестную акцию около ратуши. Если это возможно, я не знаю. А так, может быть, в парке, на фестивале. Так, Джеймсик, ты приехал домой. Давайте посмотрим, мы сможем продать попугайчика. Да, мы сможем его продать. Это что у нас? Землеройка. Давайте мы ее тоже продадим. Пока нам не нужны такие животные. И цветочек продадим. Отлично. У нас столько денег. Я смотрю, с помощью поисков всяких таких классных штук можно столько денег заработать. Вообще. Он, кстати, хочет купить птичье дерево. И сорвать цветы пять штук. Играть с грызуном. Поймать насекомое. У него есть желание поймать насекомое. Может, мы еще что-нибудь... Давайте мы поймаем насекомое. Исполним его желание. Я его раньше не замечала, поэтому... Драгоценный камень, кстати. Очень классная вещь. Можно тоже пособирать. Сейчас мы поймаем насекомое. У нас самая близкая насекомое. Это вот это. Давайте. Блестит такая. Это что у нас? Божья коровка? А где это насекомое? Что за бред? А, вот она. Вот она ползает. Иди. Ага. Пол. Женщина. Возраст. Я не знаю, какой у нее возраст. Взрослый, молодой. Удиви меня. Знак зодиака тоже не знаю. Так. Характер. Первый характер у нее. У меня тут на листочке записано. Она невезучая. Конечно, не очень хороший характер. Но ничего. Давайте найдем. Невезучая. Ну, точно знаю, что она любит природу. Так. Потом невезучая. Таблинский. Надо на букву Н стать. Н, Н, Н. Мастер. Вот. Невезучая. Так. Садовод. Клевый. Прямо как Софика. Ну, Софика у нас не садовод, но она любит растение все равно. Буква С. Буква С. Как же долго. Вот садовод. Следующий характер. Сыдливая. Ну, в общем, не особо такой хороший характер. Но ничего. Переживем. Можем изменить. Потом в будущем взять награду. Так, так, так. Буква С еще раз. Так. Сплетница спортсменка. Садовод. Еще не нашли. Вот. Сыдливая. И последний характер. Восторженная. Буква В у нас недалеко. Так что нам не придется долго искать. Так. Восторженная. Найти персонажа. Так. Поймать. Мы не сделали. Так. Олив получает... Олив уходит с работы. Получает 141 миллион. Сегодня день однолетной годовщины работы персонажа Олив в офисе гриль на широкой улице. Ее коллеги устроили в линейной вечеринке. Что? Однолетний? Она только сейчас на первый день пошла на работу. Поиск персонажа Резот Бритта Фредерик? А где Эстер? Я думала, сейчас она Эстер найдет. Ладно. Мы можем еще раз воспользоваться. Так. Вместо протестной акции. Мы можем около ратушек? Конечно можем. Так. И что же мы устраиваем? Стандартная протестная акция. Что-нибудь пока легенькое. Может быть дизайн интерьеров. Не знаю. Жуки. Нет. Изобретательство. Йети. Клоуны кольца. Что такое кольца? Как не наручники для пальцев. Лама. Они умные и опасные твари. Что-то как-то грубо звучит. Маски. Скрывать. Кто такой всегда подозрительно. Наручники. За что мы показываем руки? Так. Медуза. Недостаточно счастья всей жизни. Нет. Радиация. Не видимо угроза без... Так. Садоводство. Садоводство делает дары в земле. По одному растению. Делает дары в земле по одному растению за раз. И что? Ну давайте выберем... Это не против ли садоводства или за садоводство? Ладно. Давайте выберем вот это. У нас как раз тут две звезды. Сначала первый раз, когда мы проводили протестную акцию, у нас была одна звезда. Теперь две. Усложнили, так сказать, задачу Софии. И все, в принципе. Вот так вот. Софийка. Восемнадцать часов назначила протестную акцию. Я думаю, тебе уже надо отправляться на этот участок, в ратушу. Чтобы уж точно потом не опоздать. Иди сюда. Иди сюда. Все. Джеймс, ты поймаешь насекомое, а потом отправишься домой. Так. Оливия. Чем у нас займется Оливочка? Я хочу, чтобы она поднимала навык социальной сети. У нас есть, по-моему, по этому поводу книжка. Социальная сеть Том 2. Ух ты, мы уже... Нам нужно, что ли, Том 3 уже купить? Давайте воспользуемся планшетом и купим книги через интернет. Или у нас есть социальные сети? Так. Давайте сначала проверим, есть ли у нас социальные сети или нету. Так. Читать книгу. Влогика, кулинария. Механика. Наука. А, нету. Тогда покупаем книги. Ну что же. Софиечка, ты... Давай, отправляйся. Ты уже где у нас сейчас? Ты только отъезжаешь от дома, да? Ну, ох, на своем байке. Йоу, такая красотка. Хо-хо-хо-хо-хо. Прикольненько. Так. Джеймс ловит пятнистого жука. Стоимостью 300 миллионов. Редкая находка. Если вы пожертвуете насекомых в научный институт, вы получите неплохую награду. Вау. Давайте мы это сделаем. Где же научный институт? Вот он здесь, научный институт. А, так-так. Пожертвовать насекомых в науке. Редкий. Смотрите-ка. Было 300, стало 391. Давайте пожертвуем. Хе-хе-хе. А, так. Комплекс городского правительства. Место сбора участник протестной акции через час. Да, я знаю. Софичка, давай ты готовься. Я не знаю, что ты хочешь. Давай ты съешь. Что-нибудь сделаешь. М-м-м-м. Ну, пока ей нечего сделать. Пускай она просто подождет. Пока начнется. Часик недолго ждать. Оливия. Олив понимает, что без логического восприятия никуда. Ты что, логику поднимала? Играет в шахматы. Она играет в шахматы. Девочка моя, молодчинка. Давай, покупай книги через планшет. Почему ты пропала это действие? Купить книги? Угу. Джеймс. Джеймс идет продавать жука своего. А Софика. Ждем протестной акции. Перематываем. Навык. Мне нужны социальные сети. Социальные сети. Том 3. Стрит-арт. Так. Вот. Вау. 700 рублей. Рублей. Простите. 750 симулион. Это же так много. Жесть какая-то жестяная. Ладно, хорошо. Давайте почитаем эту книжку. Социальные сети. Вот. Том 3. Читай. Софичка, ты куда побежала? А. Зачем я зачеркнула? Давай. Так. Спеть гимн. Произвести пламенную речь. Все делаем. А где толпа? А вот в студенческом городке была толпа. Вот кто-то идет. Давайте. Собирайтесь, люди. Мне кажется, слишком поздно устраивать протестную акцию. Но все равно. Давай. Девочка. Работает. О, еще кто-то бежит. Вау. Народ собирается. Да. Это же Олив Макадом. Какая честь для нас. Нет. Мы с вас денег не возьмем. Веселитесь за наш счет. Блинский. Молодцы. Замечательные экземпляры. Мы рады заплатить 391 смолен за вклад в науку. Спасибочки. Давайте мы пособираем камушки. Камушки сейчас пособираем. Выберем. Драгоценные камни. Вот их уже побольше. Посмотрите. Так. Тут у нас должно что-то плестеть. Давай собирать. Где у нас еще камушки? Давай. Как-то камней мало в этом городе. Вот. Тут собираем. Собирать. Еще рядом тут где-то был. Вот он. Вау. Какой большой. Вы посмотрите. Он вообще поднимет этот камень? Это жесть. Вот тут вот камушек. Пускай наш Джеймс путешествует по городу в сборе камней. Забирать. Софичка, как у тебя дела? Как ты поживаешь? А, с ней все хорошо. Давайте. Бастуем, ребята. Бастуем. Спеть гейм. Возмущать толпу. Так. Пламенную речь. Все. Классно. Сфоткаем это. Да. Так. Теперь законодатель моды в сцене группы бунтарей. София, вы заметили, что он постоянно скачет? То на девятом уровне, то на десятом. Надо бы как-то поддерживаться. Ух ты. У нас тут какой-то акробат или фокустик. Папарацци нас сфоткает. Ну и какие-то некоторые жители города. Интересно, а у нас сюда Эстер приедет? Ууу. Я забыла про Эстер. Ребятки. Надо посмотреть, дома ли она или нет. Должна быть дома. Вот не дома. Она в парке. Интересно, в парке каком парке? Может быть она здесь? Ух ты. Поздравляем, Ольф улучшает навык социальной сети до седьмого уровня. Вот. Теперь вам доступно приложение трансм... Смотре... Фьер... Фьер... Отношений. Это приложение для смартфона позволяет быстро изменить отношения с персонажами, которых вы встретили. Повышайте навык персонажа социальной сети, чтобы открыть дополнительные параметры отношений. Давайте мы будем повышать. О, у нас вечеринка Бальнинский. Нет, у нас процессная акция, извини. Мы не сможем прийти. Что-то мы одни метеориты находим, вы заметили? Ладно, ребятки. Мне пора с вами попрощаться. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилась эта серия, вы можете оценить видео. Производная акция, которую организовала София. Тесла достигла своей цели. Отлично. Если вам понравилось это видео, вы можете оценить видео, поставить пальчик вверх, написать комментарий внизу под видео, или же подписаться на мой канал, если вы здесь впервые, конечно. Всем пока, увидимся в следующей серии, 36-й. Удачи и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok